Генерал Яков Крейзер. Сегодня это имя мало кто помнит. В послевоенное время по политическим или конъюнктурным соображениям часто замалчивались разные эпизоды войны, забытые и имена многих героев. Но летом 41-го года Крейзер со своей дивизией сделал почти невозможное. Он задержал стремительное продвижение немцев к Москве. Это был первый проблеск будущей победы. Именно в тот момент дал сбой гитлеровский план Блицкрига – молниеносной войны с СССР. И этого достаточно, чтобы имя Якова Григорьевича Крейзера навсегда осталось в истории нашей страны. Великая Отечественная начиналась страшно. Уже восемь часов шли бои, уже погибли и попали в плен тысячи людей. А народу еще не объявили о начале войны, и войска не получили приказов о боевых действиях. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. За первую неделю гитлеровские войска продвинулись вглубь нашей страны на 350 километров. Немецкие танки, которыми командовал знаменитый танковый стратег, генерал Гейнс Гудериан, на большой скорости рвались к Москве. Не зря в Европе Гудериана прозвали «быстроходный Гейнс». На Березине, возле Борисова, «быстроходный Гейнс» споткнулся. Наступление замедлилось. На его пути встала 1-я московская пролетарская мотострелковая дивизия, или, как ее называли, «пролетарка», который командовал полковник Крейзер. В июне 1941 года, после предвоенных репрессий в Красной армии, Крейзер оказался одним из немногих командиров, готовых к войне с сильным врагом. Он сохранял абсолютное хладнокровие, даже когда немцы наступали так быстро, что связисты не успевали провести линии связи, когда он не мог связаться с командованием и не представлял, что происходит на фронте вокруг него. Однако сдаваться Крейзер не собирался, хотя целые армии попадали в те дни в плен. Вокруг царили паника и неразбериха. Красная армия отступала с огромными потерями. К этому никто не был готов. Советская пропаганда уверила народ, что через две-три недели любой фраг будет разбит. Из воспоминаний драматурга Александра Володина. В 1941-м он был рядовым солдатом. Прошло не две недели, и нашего командира, которого мы обожали, расстреляли. Потому что он понимал, не мы – самая сильная армия в мире. «В какой-то миг я увидел – это война с марсианами. Они стреляли из автоматов, а мы – из винтовочек. А потом открылось самое страшное. Мы не вперед шли, не на запад, а на восток. Мы были в окружении. И долго-долго мы прорывались. И сколько было дезертиров, и не одолеть этих марсиан». Крейзер к началу войны уже был опытным командиром, участвовал во многих тактических учениях и маневрах. Особенно он отличился на летних учениях в 1936 году. За них получил из рук Сталина редкий еще в то время орден Ленина. Тогда казалось, что Красная армия готова отразить нападение любого врага. Но за три следующих года сталинские репрессии и выбили из строя почти 40 тысяч офицеров и генералов. Считалось, что армию очистили от изменников, и это увеличило ее мощь. На деле получилось, что к началу войны образованных, опытных командиров почти не осталось. «На основании статьи 58.3, 58.4, 58.6, 58.1 СУКСВЗ к высшей мере социальной защиты расстрелу с конфискацией всего имущества». Безукоризненный профессионализм полковника Крейзера был редким исключением в армейской среде. 23 июня, еще в Москве, Крейзер получил приказ начать марш по автостраде Москва-Минск и сосредоточиться в лесах севернее Орши. 30 июня поступил новый приказ идти от Орши к Борисову. Этот старинный белорусский город имел особое стратегическое значение. Через него проходило шоссе на Москву. Но защищать эту важнейшую магистраль было практически некому. А ведь когда югославский посол предупредил Сталина о возможном нападении фашистов, Сталин уверенно ответил «Мы готовы, если им угодно, пушк придут». Разведчики сообщали Сталину о дни и даже часе начала войны. Но только в 0 часов 30 минут 22 июня пошла из Москвы телеграмма о приведении войск западных округов в боевую готовность. По плану на это отводилось от 3 до 9 часов, но связь уже была повреждена немецкими диверсантами. Войска западного округа. Этот приказ так и не получили. Есть, кстати, версия, что предательство связано было, например, с тем, что мобилизационные запасы армии были сосредоточены вдоль границы. 18-я танковая дивизия вермахта стремительно приближалась к Березине. Немцам было чрезвычайно важно захватить Борисов, так же, как Красной армии важно было его удержать. В Борисове было лишь танковое училище, которым командовал Иван Захарович Сусайков. Никаких приказов из центра он не получал и организовал оборону своими силами. Но что могли сделать 500 ребят, не имеющих ни опыта, ни боеприпасов, под непрерывной бомбёжкой? К ним присоединялись военные, выходившие из окружения. Но сил всё равно не хватало, и взорвать мост через Березину не удалось. Курсанты заняли оборону на подходах к мосту. Они сражались изо всех сил. Притащили пулемёт «Максим», открыли огонь и стреляли до последнего вздоха. Враг уже не сомневался, что путь на Москву открыт, когда 1 июля дивизия Крейзера, совершив 130-километровый форсированный марш от Торши к Борисову, прямо с марша вступила в бой. Опоздая на хоть на два часа, немцы уже заняли бы шоссе на Москву. Это было боевое крещение дивизии «Звёздный час» полковника Крейзера. В 16.30 советские и немецкие танки столкнулись с западнее Новоборисова. Вспыхнуло ожесточённое сражение. Из немецких сводок известно, что только один полк 18-й танковой дивизии потерял 570 человек. На тот момент это была просто огромная цифра. И всё же остановить врага не удалось. К вечеру фашисты заняли Новоборисов. Из воспоминаний немецкого лейтенанта Дорша. «Ганз юнга официры фонда панцершуле Борисов und офицерсанверта, waren immer noch davon überzeugт, sie würden uns anhalten. Sie waffen handgranaten und flaschen mit zündmischung. Sie beschossen uns aus den kellerfenstern und stürmten unsere панцер фон Торвеген aus. Aber unsere панцер gingen weiter». В этих боях погибли 192 курсанта, 68 были ранены. Оставшиеся в живых отступили вместе с пролетаркой. «Никто ничего не знает, непонятно, связи нет, разведки нет, ничего неизвестно. И такие какие-то люди появляются, которые берут это в свои руки. И роли Сусайкова, и того же Крейзера, в общем, достаточно велика. А основное было на тот момент, что выиграть время, задержать. Потому что после того, как немцы окружили в конце июня основные силы Западного фронта, получилось, что 400 километров просто брешь. Войск не было». Дороги были забиты беженцами. Самолеты противника бомбили их круглыми сутками. Из-за отсутствия связи случалось, что эти же дороги бомбила и советская авиация. Спасая людей, Крейзер со своими офицерами под непрерывным огнем организовал на перекрестке контрольный пункт. Подозрительных беженцев задерживали. Военных включали в отдельные подразделения. Остальных отправляли в тыл по скрытым от врага лесным и проселочным дорогам. Из воспоминаний генерал-майора Глеба Бакланова, сослуживца Крейзера. «У меня все время было чувство, что человек этот готов к чему-то очень большому. Здесь, на обочине шоссе, он еще ничего не сделал. Не сказал ничего особенно значительного. Но я почему-то понял, что сейчас началась новая, настоящая жизнь этого человека. Что вот теперь Крейзер стал самим собой». Борисов пришлось сдать. Связи с Центром по-прежнему не было. И Крейзер на свой страх и риск приказал бойцам закрепиться на новом рубеже обороны. А проявлять инициативу было опасно. В те дни на фронт со специальным карательным заданием прибыл начальник главного политического управления Красной Армии Лев Мехлис. Его задачей было искать виновных в отступлениях и поражениях. Любую неудачу Мехлис считал предательством. А наказание было одно – расстрел. И многие командиры стали избегать самостоятельных решений, даже по мелким вопросам. Известно, например, что маршал Тимошенко по каждому вопросу звонил Сталину. А за время разговора ситуация на фронте уже менялась. И время работало не на нас. Но Крейзер не боялся брать ответственность на себя. А в той ситуации исход боев во многом решал характер командира. Его хладнокровие и мужество. Его уверенность в своих действиях. Из воспоминаний генерал-майора Глеба Бакланова, сослуживца Крейзера. «Здесь, под Борисовым, я впервые понял, что составляло главную силу командира нашей дивизии. Крейзер жил и командовал соединением так, как будто лично отвечал за исход каждого боя, за жизнь и смерть каждого бойца и командира». Два с половиной дня удерживали бойцы мост через Березину. Но гитлеровские летчики царили в небе. Прицельным огнем они уничтожали наши танки и пушки. На третий день немецкие танки сходу прорвались на восточный берег Березины. Из дневника начальника германского генштаба генерал-полковника Гальтера от 3 июля 1941 года. Но Гальтер и представить себе не мог, насколько долгой будет эта война. Не закончились еще и бои перед Западной Двиной и Днепром. Пролетарка отошла к реке Бобр. «Дивизия принесла очень большие потери. Только 6 машин было боеспособно, остальные требовали ремонта. Это из 177, которые начинали бой на Березине. Больше половины артиллерии было потеряно. Ситуация была очень сложная. Дивизия вступала в бой практически с марша, без подготовки, без проведения разведки должной». Крейзер заметил, что гитлеровцы всегда наступали вдоль дорог и избегали ночных действий. И на этом построил свою тактику подвижной обороны. Ночью его войска незаметно снимались с позиций, отходили и занимали новую линию обороны. А утром неожиданно встречали врага ураганным огнем в упор. Так день за днем Крейзер изматывал силы противника, тормозил его наступление, выигрывал дорогое время. Тактика Крейзера лишила 18-ю танковую дивизию вермахта половины танков. Ее командующий генерал-майор Неринг в своем приказе по результатам этих боев писал «Непрерывные бои продолжались 12 суток. Гитлеровцам приходилось завоевывать каждую позицию. Каждый советский танк вел огонь до тех пор, а взрыв не разносил его на части». Об этих действиях Крейзера Жуков докладывал Сталину, как и единственной на тот момент удачи на всех фронтах. Наступление немцев на Оршу остановилось. За это время резервные дивизии 20-й армии вышли на оборонительные сбежи под Днепру в районе Смоленска. В результате, как мы знаем, когда немцы решающие наступление на Москву развернули, у них уже не хватило нужного количества сил. Сбой плана молниеносной войны, он начался именно тогда, на Березине, на реке Бобр. За бои на Березине дивизия получила звание гвардейской. 300 бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. А Крейзер стал первым из пехотных командиров, получивших звание Героя Советского Союза после начала войны. Не секрет, что если мне вот эта героическая оборона на Березине и вот это мобильное отступление от Орша к Смоленску, когда немцы не могли выполнить тот план, на который они надеялись, что, кстати, впоследствии решило исход из Смоленского сражения, а может, и всей Московской битвы. Из воспоминаний генерала армии Алексея Жадова. «В этот первый, самый тяжелый период войны, имя Крейзера в кругах рядовых красноармейцев и младших командиров стало подлинным символом первых побед над оккупантами». О Крейзере шла слава, как о генерале победы. Солдаты и офицеры считали счастьем служить под командованием Крейзера. Они были уверены, что где Крейзер, там будет успех. В первые дни июля под Борисовым был настоящий ад. Вода в реке кипела от разрывов бомб. Вместе с бомбами летели листовки. В них было написано «Русские воины, кому вы доверяете свою жизнь? Ваш командир – еврей Янкель Крейзер. Сдавайтесь в плен, а с Янкелем поступайте так, как надо поступать с жидами». В ответ на листовки бойцы сложили о своем командире песню. «А ну-ка, песня, взвейся, взвейся, Споем те храбрые стрелки, Как в бой водил бесстрашный крейзер Своей дивизии полки. Громя фашистские отряды, Идет полковник впереди, Идет герой с бойцами рядом, Родной, любимый командир…» 12 июля Крейзер был ранен осколком бомбы. «Был ранен, но не покидал поле боя» – так написала о нем газета «Красная звезда». Но отправиться в госпиталь ему все-таки пришлось. Уже в госпитале в Москве он узнал, что его дивизия еще на двое суток задержала наступление фашистов. Однако спасти положение на фронте было невозможно. К 18 июля, оставив почти всю Белоруссию, советские войска отошли на 600 километров вглубь страны. Начиналась длинная, тяжелая война. Крейзеру надо было залечить рану, но он рвался на фронт. Красная армия сдавала один город за другим. Крейзер понимал, что скоро гитлеровцы могут взять и Воронеж, город, где он родился, где прошли его детство и юность. До революции жить в Воронеже евреям запрещалось, но дед Якова Григорьевича 25 лет отслужил в царской армии и получил право поселиться в этом городе. Якову было всего 15 лет, когда умерли родители, и на его плечи легли заботы о двух братьях и сестре. Он хватался за любую работу, чтобы помочь младшим. В 21-м году поступил в Воронежскую пехотную школу, в 23-м закончил учебу, а через 5 лет уже командовал ротой в одной из самых лучших советских дивизий – московской пролетарской. В 39-м он стал ее командиром. А сейчас его дивизия выходила из окружения без него. После госпиталя Крейзер получил звание генерал-майора и был назначен командующим 3-й армии. Ему было 35 лет. В середине сентября 3-я армия заняла оборону на реке Десне. Здесь противником Крейзера снова был Гудериан. Крейзер ударил по танковой группе Гудериана и заметно потрепал его войска. Но силы были слишком неравны. После тяжелых сражений его армия с боями выходила из окружения. Ее положение было таким трудным, что немцы уже объявили армию разбитой, а командарма погибшим. Но радовались они рано. Молодой командир уверенно провел своих бойцов все 300 километров по тылам врага через леса и болота. Его соратники вспоминали, что никакие тяжелые, даже трагические события не выводили его из равновесия. Яков Григорьевич был очень культурным человеком. Он никогда не употреблял никаких крепких словечек и даже никогда не повышал голос. Если он что-то говорил, то это звучало как приказ. Ведь приказ можно тоже отдать по-разному. Можно отдать за счет силы голоса, а можно отдать за счет силы убеждения. Так вот, Яков Григорьевич обыдал как раз вторым силы убеждения. Редкие в армии безукоризненную вежливость, интеллигентность и сдержанность Крейзера в пролетарке вспоминали еще долгие годы. В 1-м московской дивизии, в батальоне связи, куда я попал служить, у меня был сослуживец Иван Дмитрий Кунькин. Я обратился к нему на «вы», он улыбнулся и сказал, «Захар Соломонович, товарищ лейтенант, ко мне обращался так Яков Григорьевич Крейзер, который в первые дни войны командовал нашей дивизией». Третья армия вышла из окружения, сохранив свою боеспособность, освободила города Елец и Ефремов и участвовала в битве за Москву. В самом начале Сталинградской битвы генерал-майор Крейзер получил приказ сформировать 2-ю гвардейскую армию, но воевать под Сталинградом ему не пришлось. Как раз в эти дни он снова был ранен. Жене Крейзер тогда написал, «На днях был легко ранен в голову шальной пулей, но теперь уже все зажило. Ранение было настолько легким, что я не выходил даже из строя. На самом деле рана оказалась тяжелой». Яков Григорьевич не написал правды, не хотел волновать свою шуру. Александре Петровне и так тревог хватало. В эвакуации совсем молодой умерла сестра Якова Григорьевича. Ее мужа в 37-м арестовали только за то, что он был поляком, и вскоре расстреляли. Их осиротевший маленький сын стал сыном Крейзера. Крейзеры жили очень скромно. И только когда Яков Григорьевич получал отпуск, они обязательно ездили на юг, в какой-нибудь военный санаторий. И тогда наступало для них время полного безмятежного отдыха. Об этих днях вспоминал он в письмах жене. Надеялся. «Вот закончим войну, поедем в Сочи». Крейзер вернулся в строй после ранения в конце февраля 43-го, когда немцев от Сталинграда уже отогнали. Со второй армии он воевал до августа, а потом принял под начало 51-ю армию. Домой он писал о себе просто без подробностей, без героики. «Жев, здоров, все время нахожусь на передовой. И через месяц все то же. Живу по-старому, готовлюсь к новым решающим схваткам с проклятыми гитлеровцами. Обо мне не беспокойся». Он улыбался очень редко, потому что его лицо было весьма таким суровым, собранный какой-то он был весь. Но улыбка у него была очаровательная. То есть, если он улыбался, то он светился этой улыбкой. Его улыбку запомнили многие молодые бойцы. Крейзер относился к ним особенно тепло. Генерал хотел все знать о своих бойцах. Он постоянно бывал в казармах, подолгу беседовал с солдатами и офицерами, поддерживал их в трудные минуты. Лавиной сокрушительной Вперед, бойцы отважные За наше дело правое За наш родной народ Громит врага оружием Дивизия бесс страшная На подвиги геройские Нас крейзер в бой ведет В Крыму в его армии воевал будущий знаменитый балкарский поэт Кайсын Кулиев. В одном из боев он был ранен, попал в госпиталь. В это время Сталин депортировал балкарцев в Казахстан. Крейзер узнал об этом и приехал в госпиталь. Из воспоминаний Кайсына Кулиева «В палате неожиданно появился генерал Крейзер. Я удивился. Он мне всегда нравился. Был молод, встроен, серьезен. Я лежал в гипсе, не мог встать. Командующий, подойдя к моей койке, сказал, что привез мне орден Отечественной войны 2-й степени, которым я награжден. Я сказал генералу, что мой народ переселен, и, может быть, я теперь не имею права на орден. Крейзер ответил, что я был представлен к награде за мои личные заслуги. Он добавил, «Вручаю вам орден и поздравляю вас. Желаю скорого выздоровления». Бойцы называли своего командира «бесстрашный Крейзер», а он просто не думал о себе. Их жизни были для него дороже собственной, а ответственность перед ними выше ответственности перед начальством. Так было и летом 43-го года на Южном фронте. Тогда армии Крейзера предстояло прорвать хорошо укрепленный оборонительный рубеж вермахта, который гитлеровцы называли «Миус-фронт колоссаль». Берлинские газеты писали, на «Миус-фронте все спокойно». Доблестные солдаты заверяют своего фюрера, что «Миус-фронт — неприступная крепость». Гитлер считал, что владение территорией между Азовским морем и Донцом определит ход войны и приказал удержать «Миус-фронт любой ценой». Он послал туда лучшую танковую дивизию СС «Мертвая голова». Сверху ее поддерживали 700 самолетов. Подступы к немецким позициям находились под сплошной лавиной огня. И Крейзер не повел бойцов на верную смерть. Он задержал наступление, хоть и знал, что за нарушение приказа его могут расстрелять. На фронте расстреливали из-за меньшей проступки. И хотя Крейзер все-таки прорвал «Миус-фронт», его отстранили от командования армии. Неизвестно, что было бы с ним дальше. Но то ли потому, что его ценили в Ставке, то ли потому, что победителей не судят, то ли просто у Сталина было хорошее настроение, но через два дня представитель Ставки, маршал Василевский, вернул Крейзеру его должность и объявил благодарность за прорыв «Миус-фронта». Это была очень важная победа. Но напряженные и тяжелые сражения, взломавшие вражескую оборону, остались в тени, потому что в то же самое время шла битва на Курской дуге, и она была в центре внимания органов пропаганды. Каждую пять своей земли советские солдаты защищали и отвоевывали ценой подвигов и потерь. Но так уж получалось, что о чем-то было известно больше, о чем-то меньше, о чем-то неизвестно вообще. К сожалению, очень мало говорят о военных заслугах Якова Григорьевича Крейзера в Великой Отечественной войне. А ведь это и освобождение Донбасса, и форсирование Севаша, и освобождение Крыма, связанное с огромными человеческими жертвами, и, наконец, это освобождение города Севастополя 9 мая 1944 года. Я думаю, что пора вспомнить все эти героические дела славного генерала и как можно больше рассказывать о его военных подвигах. Поддержанная мощным огнем артиллерии на штурм и креплении противника на Перекопском перешейке поднялась наша прославленная в боях пехота и пошла, пошла вперед сквозь заслоны огня и смерти. Когда Крейзер и его армия освобождали Крым, особенно трудно было взять две высоты – Сапун-гору и Сахарную головку. Штурмы обеих высот прошли успешно. Крым взяли не только быстро, но с минимальными потерями. Операция по взятию Крыма вообще стала первой в истории Великой Отечественной войны, когда наши потери были вдвое меньше потерь противника. В 1941-1942 годах немцы штурмовали Севастополь 250 дней. Армия Крейзера освободила его за пять дней, писали тогда газеты. Немцы считали Крым неприступной крепостью. Весь свой опыт строительства укрепленных рубежей использовали они для создания крымского барьера. Но мощью советской артиллерии, авиации и танков, наступательным порывом наших войск, укрепления врага были разгромлены. Освобождение Таврии, теперь юг Украины и Крыма, в частности, немыслимо без армии, которой командовал Яков Григорьевич Крейзер. Для Гитлера это была трагедия, когда уже в конце войны, когда освобожден был Севастополь, он был вообще в бешенстве. Кто такой Крейзер? Что это такое? Кто он по национальности? Как это вы могли себе позволить допустить, что какой-то генерал-полковник Крейзер Яков Григорьевич вдруг себе позволил победить немецкие и союзнические войска? Из речи командующего войсками вермахта в Крыму и на Кавказе генерал-полковника Янаки на суде. Именно Крейзер не позволил Янаки осуществить его план-операции Михаэль, по которому немецкие войска должны были уйти из Крыма через Перекоп на Украину. В ноябре 43-го года бойцы армии Крейзера под холодным ветром в ледяной воде перешли через залив Севаш и разгромили гитлеровскую группировку с тыла. Операция была тяжелейшей. Из воспоминаний генерала Крейзера. Это очень коварный залив с вязким и листым дном, исключающим возможность движения машины лошадей вброд. Пеший боец переходит Севаш за 2-3 часа. 76-мм орудие на лодке группа солдат перетягивала за 5-6 часов. Летом 44-го года армию Крейзера перебросили на 1-й Прибалтийский фронт. И она участвовала в освобождении Латвии. Из письма Крейзера жене от 31 июля 44-го года. «Где я воюю, ты теперь знаешь из газет. Надеюсь, что в скором времени Прибалтика будет полностью освобождена от врага. А у меня тогда выйдет поход от моря до моря». 5-го октября 1944-го года армия Крейзера прорвала вражескую оборону и отрезала группу армии Север от остальных войск вермахтов Восточной Пруссии. Конец войны Крейзер встретил в Прибалтике. В начале мая 1945-го года между Тукумсом и Лиепаей его войска заставили капитулировать 30 вражеских дивизий. Немцы сопротивлялись до последнего солдата. Уже отгремели салюты победы в Москве, а бои на Прибалтийской земле все еще продолжались. Это были очень кровопролитные бои. 24-го мая 1945-го года на прием в Кремль, куда Сталин пригласил командующих фронтами армии, Яков Григорьевич прибыл в повседневной форме, потому что для него война окончила всего несколько часов тому назад. Во время этого приема Яков Григорьевич неожиданно получил звание генерал-полковника. Чествуя командующих войсками Красной Армии, Сталин поднял отдельный тост лично за генерала Крейзера. А потом вдруг спросил маршала Багромяна, «Почему товарищ Крейзер до сих пор генерал-лейтенант? Его армия хорошо воевала?» И хотя большинство командующих армии были генерал-лейтенантами, Крейзеру в тот же день присвоили звание генерал-полковника. Яков Григорьевич был очень скромным человеком и никогда ничего о своих делах военных не рассказывал. Ходили слухи о том, что на приеме в Кремле 24-го мая 1945-го года в честь командующих армиями и фронтами Сталин поднял тост за Якова Григорьевича. И однажды мне представилась возможность узнать, так ли это на самом деле. Яков Григорьевич улыбнулся, что делал он очень и очень редко, и сказал, ну раз в народе говорят, значит правда. В 1945-м Крейзеру было 40 лет. Возраст еще позволял пойти учиться, и он поступил на высшие академические курсы при военной академии генштаба. После учебы командовал войсками Южноуральского, Забайкальского и Дальневосточного военных округов. В 1963-м Крейзера назначили начальником высших офицерских курсов выстрел, который он сам успешно окончил в 1931-м году. Для многих тысяч командиров советской армии курсы выстрел стали замечательной школой совершенствования боевого мастерства, обладения военным искусством. Сохранилась вот историческая фотография Якова Григорьевича Крейзера, совсем еще молодой. Ну, кстати, когда я его увидел уже в 1963-м году, я бы сказал, что он мало отличался от того, каким он запечатлен на этом историческом фотоснимке. Он не был таким, понимаете, как сейчас принято говорить, коммуникабельным человеком. Он мог послушать, ты видел, как он реагирует на это. Но это не носило какого-то такого понебратского, что ли, характера. Но доводилось видеть Якова Григорьевича гуляющим по берегу нашего чудесного озера Сениш. Он, видимо, любил быть один, наверное, собраться с мыслями, о чем-то подумать. Фронтовые ранения и постоянная напряженная работа давали себя знать. Он начал болеть, часто прихватывало сердце. Сын вырос, стал военным, появились внуки. Он был очень нежным дедом, но главным в его жизни все равно оставалась служба. Он приходил на работу первым, и до поздней ночи горел свет в его кабинете на выстреле. Довелось бывать в его московской квартире в доме 75 на Ленинградском проспекте. Вы знаете, я был настолько потрясен, что вечером звонил родителям, звонил знакомым и рассказывал, что я был в квартире. Но я думал, войду, там будет какой-то буквально дворец. Это же такой большой человек в государстве нашем. И то, что я увидел, Яков Григорьевич был болен. Лежал он под простым, накрытый под простым, с простым солдатским одеялом, и сверху накинута была его шинель с погоной генерала армии. Он попросил, я не знаю, Анны Петровны почему-то дома не было, говорит, если вас не затруднит, то поставьте чайник. Я поставил чайник, мы с ним выпили постаканную чай. Отдельную квартиру Крейзер получил только в 40-х годах. Для своих офицеров он выбивал квартиры, льготы, а для себя не просил никогда и ничего. О мебели, коврах и люстрах он вообще не думал. После войны многие военачальники привозили буквально вагоны трофейного добра. Но Яков Григорьевич был человеком высочайшей порядочности и считал это воровством. Он вообще был очень щепетильным. Даже в офицерской столовой всегда расплачивался за себя. В мае 1969-го Яков Григорьевич получил новое назначение. Его включили в группу генеральной инспекции Министерства обороны. Но поработать на новой должности он не успел. Не успел и состариться. Человек прошел такой путь от лейтенанта до генерала армии и командовал такими военскими соединениями, как первая гвардейская. Конечно, это печально, что память наша тупеет и слабеет. Не надо давать этому состояться. Память о Крейзере хранят улицы в Севастополе и Симферополе. Есть улица Крейзера и в его родном Воронеже. Но нет такой улицы в Борисове, нет и памятной доски в Москве, на доме, в котором он жил. Но Якова Григорьевича это, наверное, бы не огорчило. Вспоминая Великую Отечественную войну, мы не можем, не должны забыть имя генерала Крейзера, его мужество, отвагу, воинский талант, его победы, особенно в первые трагические дни войны. Он никогда не искал личной славы, никогда не говорил о своей роли в войне. Он просто прожил свою жизнь по вечному закону чести. Делай, что должен, и будь, что будет. Как показывает история, таких людей во все времена не слишком много. А ну-ка, песня, взвейся, взвейся, споемте храбрые стрелки, как в бой водил бесстрашный крейзер своей дивизии и полки. Громя фашистские отряды, идет полковник впереди, идет герой с бойцами рядом, родной, любимый командир.